Всем привет! Я холистический психолог, а значит здесь про здоровье, физическое и психическое. Сегодня говорим про гипертиреоз и гипотиреоз. И во многих случаях это история, которую должен знать каждый мой клиент, потому что у меня клиенты не только с психосоматикой, но и с другими состояниями. Могу сказать вам вот что. Сегодня, как всегда, больше про натуропатию и говорим про эту историю. Если у вас есть проблемы с щитовидкой, то большинство проблем связаны с аутоиммунными заболеваниями. И многие не знают о том, что есть такая история как глютен. И говорят, что если у меня нет, например, непереносимости по анализу, то я могу есть. Я вам могу сказать, что нет. Это неправда. Понятно, что может быть целиакию вы не заработаете, но проблему с щитовидкой, конечно. Белки в глютене, в хлебушках, в различных, они являются противопоказанием к вашей щитовидной железе. Из-за этого белки проникают, бывает из-за того, что они там скапливаются, в лимфатическую и иммунную систему. И, соответственно, начинается атака собственного белка. От этого может быть, как я говорю, белка. Но немногие это знают. Соответственно, если у вас есть какие-то антитела, то забудьте про пшеницу и злаки. На какое-то время и посмотрите, как вы себя чувствуете. Многие аутоиммунные заболевания основаны на схожем принципе. И если у вас есть проблемы с щитовидкой, то вот самые простые рекомендации, которые можно дать. Во-первых, отказ от глютена реально работает, ребят, проверьте. Другой момент, это палеопротокол и интервальное голодание периодическое. Это уменьшит воспаление. Селен можно принимать в добавках или в бразильских орешках. Но важно знать, что в случае гипертиреоза нельзя принимать йод, а гипотиреоз его требует. И избегайте также момента стресса. Если у вас гипотиреоз, то, например, желчные соли вам необходимы, а если гипер, то нет. В общем, здесь индивидуально. Причем тут желчные, конвертация идет в желчи. То есть надо знать. И нужны пробиотики, потому что большинство аутоиммунных заболеваний начинается в кишечнике, ребята. Все там заболевания. И, соответственно, витамин D по анализу тоже очень важно себе датировать, потому что эта история очень серьезно работает с вашим состоянием.